Дизель Шоу Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие вы наши! В преддверии такого прекрасного, светлого, красивого праздника 8 марта мы, конечно же, хотим поздравить в первую очередь женщин. Всех женщин! Поздравляю вас! В первую очередь мы хотели бы поздравить женщин, которые смотрят Дизель Шоу. Да! Это вас! Ага! Да! Но в самую-самую первую очередь мы, конечно же, хотим поздравить девушек, женщин, которые создают Дизель Шоу. Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим замечательным актрисам Яна, Виктория и Марина! Добрый вечер! Девочки, дорогие вы наши, мы в первую очередь хотим признаться вам в любви. Мы вас очень любим. Очень-очень, да. И каждый из нас подготовил свой оригинальный подарок. Начнёт, наверное, Саша. Да. Я считаю, что самый хороший подарок – это деньги. Ого! Мариночка, здесь две тысячи. Опа! А когда ещё штуку отдашь? Марин, ну нету сейчас, ну нет, позже отдам. А я считаю, что главное не подарок, а внимание. То есть ты хочешь сказать, что ты… Я тоже ничего не купил, да. Одну секундочку, Жень, ты же сказал, что ты хочешь подарить что-то запоминающееся. Егор, вот именно. Если женщина на 8 марта не получит подарок, она это запомнит. Кстати, о внимании. Женечка, удели сегодня мне минут 25-40 своего внимания. Я за подарком. А я начинаю исправляться. Значит так, Яночка, тебе бутылочка конечка. Вика, бутылочка конечка. И Марине безалкогольное пиво. Честь чего? У меня просто на Марину сегодня планов не было. А у меня на тебя планы есть. Иди сюда, я не могла бы сам. Дорогие друзья, девочки, кто угадает, что в этой коробке, тот и получит ее содержимое. Это туфли. А, нет. Сапоги. Нет. Писала. Нет. Ты хочешь сказать, что там ничего нет? И обладателем картонной коробки становишься... Идиот. Ну как хочешь, становишься... Так, иди отсюда. Цветы хотя бы купил, ну. Цветы-то не мое. А цветы-то мое. Ой, девочки, ну хоть один настоящий мужчина. Да, вот купил жене, маме и бабушке. Да, девки, он еще нас так никогда не называл. Я надеюсь, я жена. Бенефис подарков продолжается. Девчонки, вам два плюшевых медведя и золотые серьги. Вы сами решайте, что кому. Вика, иди сюда, секундочку. Никогда не видела, как две бабы дерутся из-за двух плюшевых медведей. Так, давай сюда, сережки, это мое. Девчонки, на самом деле я представлял, что будет примерно так, поэтому подстраховался. Мы с ребятами скинулись. Я заказал вам концерт Стаса Михайлова. Дай сюда, эти цементы. Я готова. Где она? Где она? Стас Михайлов, кто это? Смотрите, она не знает. Она не знает, это ужасно. Стас Михайлов, это как малежек, только для разведенок. Это как Мерлин Мэдсон, но крещённый. Это как чай вдвоём, но один. Это как боярский, но седло не скрипит. Это как Элтон Джон, только мужик. Да ради Стаса Михайлова женщины выходят замуж только для того, чтобы развестись и прийти на его концерт. Друзья, встречайте, Стас Михайлов! Привет, девчонки! Привет, 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 привет! Привет, подружки! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Любишь Стаса? Целуй, Стаса! Целуй, не бойся, это бесплатно. Трусишка! Любишь, Стаса? Целуй, крест, Стаса! Молодец! Оу, цветы для Стаса! О, я вижу ещё одни цветы для... Я сказал, цветы для... Я говорю, цветы для Стаса! Всё приходится делать самому. Слышишь, как бьётся сердце? Чувствуешь ритм? А твоё сердце, малыш, оно бьётся? Давай послушаем. О, малыш, у тебя два сердца. Привет, привет, девчонки, бабоньки, разведёнушки мои! Ну что сказать, ну что сказать, только прилетел из концерта в Брянске и на свой гонорар я купил Брянск. Скажите, а это настоящий Стас Михайлов? Просто в прошлом году вы мне подарили Потапа, и уже в процессе поцелуя я поняла, что это Егор. Да... А вы знаете, это очень легко проверить. Сейчас... Третья строчка пятой песни шестого альбома. Без тебя. Шестая седьмого. А тебе? Седьмая восьмого. Для тебя. Восьмая девятого. Под тобой. Девятая первого. Да ну тебя! А-а-а! А-а-а! Стас! Конечно! Конечно настоящий! О! Кричевский! Саша, ну какой же это Кричевский? Это Стас Михайлов! Да какой это Стас Михайлов? Мы ж по сотке скидывались. Это Кричевский! Это Иваница! О! Кстати, Иваница, а чего ты не скидывался на Кричевского? Ч-ч-ч! Мариночка, я действительно не Стас, я Олег. Идём! Мне пофиг, я завелась! Идём! 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 А-а-а! То есть поддельный Стас Михайлов! Да вы можете хоть раз что-то настоящее подарить? Можем! Мы подарим вам наше! Наше настоящее Дизель Шоу! Дизель Шоу! Дизель Шоу! Дизель Шоу! Мы здесь веселимся и всех веселим! Дизель Шоу! Дизель Шоу! Дизель Шоу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Котёнок, ну не начинай, а! И как? Зая, ну давай не сейчас! Скотина! Что? Скажи, кто? Я же говорю, скотина! Скотина, скотина, это девочка, что ли? Опять нажрался, придурок! Ты чего, выпил немножко, ну чисто для храбрости, но... Ты зачатия не просыхаешь! Так, для меня это тоже очень волнительный момент! Янка, Янушка, матушка моя, ну что, говори, кто? Дочка! Янка, ты, наверное, перепутала, ты хотела сказать мальчик, да? Нет, дочка! Ну как же дочка? Ну Янка, ну мы же договаривались! Я же с бабками со всеми договорился! С врачами! А ты, дочка! А вы УЗИ пробовать не делали? Я делал, с этими легче всего было договориться! Янка! Ну как же так? Пусть, ну какая разница? Это ребёнок, а за ребёнка ты обещал подарить мне Мерседес! Я за пацана тебе обещал подарить Мерседес! А за то, что ты родила, я тебе обещал, помнишь, сама что? Пусть, ну зачем мне третий Део Матисс? А мне зачем дома малолетняя группа Виагра? Люда! Люда! Покажи в окошко малыша! Ого! У вас тоже девочка, да? Нет, мальчик! Разверни! А махнуться не хотите на девочку, а? Да не переживайте вы так, и у вас будет мальчик! Мы с Люсей три раза девочек по соседям раздавали! А чё, так можно было, что ли? Конечно! Это ж всё же лучше, чем топить! Я извиняюсь, это вы сейчас о ком говорите? О котиках! А, то есть, Люська это кошка! Люда, тебе от Люськи привет! Дед, вчера катилось три котёнка и все мальчики! Яна, все мальчики! Да вы не переживайте так! Главное, чтоб ребёночек здоровый был! Чтоб не Блох, не Лишая! Женя! Женя! Да ладно! Не дай бог, конечно! Мариночка, я договорился, Родом отличный, Рожать будем здесь! Теперь главное, зачать! Ну идём, зачинатель! Егорушка! Чё? Ну что мне тебе сделать, чтобы ты не дулся? Пацана родить! Люд, я тебе покушать принёс! Всё, что ты любишь! Вот печёночка, Вискос, Рыбьи головы! Это, Люська, на бананах сегодня опять, да? Зая! А есть, чтоб поесть! Да! Скинь! Перебьёшься! Егорушка, Но зато у меня от молока Грудь на два размера увеличилась! Это чё, теперь седьмой, что ли, получается? Люда, а покажи ещё раз мальчика! Яна, а покажи ещё раз, Что там увеличилось-то! Да! Саша! Да ладно, ладно! Слушай, у тебя есть там что попить? Может, купить надо? Ну, купи! Денег скинь! Вообще охренел! Ну и сиди там, голодная! Ладно, лови! О! Ага, хорошо! Чё взять, светлая или тёмная? Придурок, сок возьми! Слушай, а сколько? Три двести! Блин, лучше б ноль пять было! Яна, а у нас сколько? Семь четыреста! Девочка, семь четыреста! И ещё доктор нужно занести! Ты про деньги, что ли? Блин, да это я договорюсь! Вес какой у ребёнка! А! Четыре двести, взяв тебя! Блин, ну, вот ещё бы Десять граммулечек, И был бы пацан! Ага! Да, да! У тебя тоже, да? Тоже пацан? А я, вы знаете, не заморачиваюсь! У меня главное, повод родился! Третий! Раньше же как было, за третьего по сто тысяч давали, а сейчас за всех одинаково! Короче, душат в нашей стране мелкого производителя! Согласен, на котятах много не заработаешь! Янка, ну как же так-то, а? Я же ему имя придумал, машинки купил, мячики, танки, картинг, а ты... Пацан, ты чё плачешь? Я потерялся! Не волнуйся, папка тебя найдёт, наверное, сейчас где-то отмечает. Потерялся? Пацан, потерялся! Э, мужик, ты чё? Тебе картинги нравятся? Пойдём, я тебе такой картинг подарю! Пацан, пацан, пацан! Я вот первый раз жёл! Дизер-шоу! Страшнее медведя, разбуженного в зимнюю спячку, страшнее голодного льва, выпущенного из клетки, может быть, только подвыпившая женщина, которую не пускают в ночной клуб. Точнее, три женщины. Смотрим. Когда женщины выпивают, им кажется, что они выглядят вот так. Но на самом деле они выглядят вот так. Давай, загляд, загляд! Причина остановки! Я спрашиваю, причина остановки! Ян, мы уже вышли из машины! Тихо, я тебя держу. Исходное положение приняли 3-4. Девочки, за мной! Девочки, сегодня вход только по пригласительным. Девочки, я вас приглашаю! Пригласительный, покажите, пожалуйста. Может, тебе еще и сиськи показать? Они у вас что, есть? Ну, у меня есть, что могу показать и проходить. Пригласительный. Вика, аргументируй. Знаешь, что ты? Знаешь, на что мне, замужней женщине, пришлось пойти, чтобы вот так вот просто сходить с девчонками один раз за 5 лет на дискотеку? Уложив детей спать, вызвав бабушку из Мукачева. Ублажив мужа. Навесав ему вот этой вот лапши о том, что я на юридической конференции. И если ты думаешь, что какой-то Олег сможет остановить вот этот вот запущенный 5-летний маховик разврата, то он глубоко ажит. Марина, я поняла ее план, она его отвлекает попозли. Попозли? Девочки, я почти в клубе! Э-э-э, да прекратите вы! А вы проснитесь! Проснулась? Где зубная щетка? Девочки, я его сейчас соблазню. Сейчас она его... Не размазывай? Да! Короче, девчонки, я вам сейчас покажу, как нужно соблазнять мужиков. Давай, мужик. Я тебя сейчас поцелую. Я буду рассматривать это, как нападение на охрану. Это меня только раз зодорит. Женщина, идите домой. Уже? Диктую свой адрес. К вам домой. Можно и ко мне? Пиши мой адрес. Женщина, пожалуйста, отойдите от входа. А еще вы на нас орете в женский международный день. Да, сегодня, между прочим, 8 марта. Десятое. Сегодня 10 марта. А я вам, девки, говорила, что в гараже, в бочке было не вино. Это телефон. Блин, котик звонит. Котик. Алло, котик, привет. Где мы? Магазин. А что это пикает? Это касса пикает? Слышишь, сколько всего покупаем? Пакетик брать будете? Нет. Тогда идите в пень. Иди в пень, котик. Блин, Вика, это же твой телефон. Это был мой котик. Короче, девчонки, мы проходим. Женщина, девушка, ну не могу я вас пустить. Слышишь ты, я вот сейчас с тобой как юрист говорю, а хохо тебе не хихи. Чего? Я говорю, позови Арзьера. Позови Арзьера. Чего? Позови Ардиректора, что непонятно. Спасибо. Проблемы на входе. Да, у нас тут проблемка на входе стоит со своей фрацей. Девочки, где мое кольцо? Яна, у тебя не было кольца. Я знаю, у меня 30 лет, и я до сих пор без кольца. Ой, ладно, Яна, но ей это туда реально надо. Девочки, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Значит, этот вот по каким-то своим личным причинам не пускает трех абсолютно отрезвых в немле, в немля, чем ли? Адекватных, совершеннолетних женщин в клуб. Так вот это противозаправно. Это я сейчас как юрист говорю. А я вам как арт-директор говорю, едьте домой, вы пьяный. Что? Кто пьяный? Тест на отрезвость. О! 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 Девчонки, я сейчас отвлеку этих двух дебилов, и мы пройдем в клуб. Ваши девчонки с другой стороны. Девки нас раскусили. Короче, нам надо в клуб, мы зря тратим время. Мы трезвеем. Поэтому скорее езжайте домой, я даже готов оплатить вам такси. Послушай меня, мальчик, никогда мы не поедем. Тогда Олег вас вынесет. Что? До свидания. Что ты меня лапаешь? А это рация? Эй! И вам тоже до свидания. А я, получается, прохожу. Ла, 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 богат. Поговори, тебе расскажут, кого ты не пускаешь. Алло. Ну че, понял, я понял, понял. Понял. Че, ты понял? Понял, что у вас недостаточно средств на счету. Блин. Значит так, вот сейчас включился юрист. Вам хана, пацаны. Записывай видео. Сегодня, почти 8 марта 2016 года, три утра ночи клуб высрыл дот. Марина не вся. Три бедных беззащитных женщины не впускают в клуб с применением грубой, нецензурной выражением с превышением собственной камписти контрацепции. Тогда не помогу. Игда, вирус, конституционное право. Все зафиксировано. Вот это уже в интернете. И завтра кого-то уволят с работы. Я даже знаю, кого. солнышко, миленькое мое. Ну, так пить, миленький мой? Выпей бокальчик два. Я тоже так хочу. Я тебе говорила, что без мужика отсюда не уйду. Белый танец я приглашаю. Женщина, что вы себе позволяете? Это не я. Это вино, шампанское и ром кола. Кстати, вру. Колы я не пила. Так, женщина, если вы будете распускать руки, я одену на вас наручники. Ты тоже любишь эти игры, мальчик? У меня где-то есть плёточка. Так, женщина, я сейчас брызну баллончиком. Давай, ну, давай, ну, давай. А-а-а-а, черёмуха моя любимая. Тогда вот это. подкрепление на главный вход, подкрепление на главный вход, срочно. Сейчас ещё мужики будут. Ну всё, девочки, теперь вы точно не пройдёте. Мы сейчас пойдём, как древние теутонцы свиньёй. на старт. Внимание, кляну! Фу, ну, слава богу, пронесло. Дизель шоу. Хорошо, когда женщина знает, что она хочет получить на 8 марта. Ещё лучше, когда она об этом поёт. встречайте, Виктория Булитко с песней про подарки. Аплодисменты. Дорогие мужчины, скоро 8 марта. Так вот, что думают женщины про подарки? Для женщин в подарках что самое главное? А? Нет, не размер, не цена, а именно внимание. Нам можно вообще ничего не дарить. Можно просто букетик цветочков купить. Но это, если так, в обычный день без повода. А если на праздник, то лучше хоть что-то недорого. Если кому-то дорого, можно просто открытку, как бы внимание. А если в открытке будут деньги, то открытка уже по желанию. Но деньги это банально, это же не внимание. Внимание это красивое платье, любое, цена абсолютно не важно. Важно, что платье было не с распродажей. А если не платье, тогда любой телефон, обычный, мне не нужен айфон. Просто телефон это пожелание, ведь важен не бренд, а мужское внимание. А вот чехлы к айфону подойдут любые, а не на айфоны все дорогие. Стоят так же, как сумки примерно. О, вместо чехла лучше сумку, наверное, да. Я сумки любой буду рада, не обязательно прада, мне пафос не надо, можно подделку, кожа тоже не надо. Не, ну, если подделка, то тогда уже прада. Папоги с такой сумкой я в любые носила, особенно те, что за 7 тысяч отложила. Да, я понимаю, что они дорогие, но я не виновата, что на мне хорошо сидят только такие. Сережки под эти сапожки можно простые, обычные, Тиффани, не золотые. Что, 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 они у них там все золотые? А, тогда можно любые, Тиффани, самые, самые простые. Если с алмазом, то с небольшим, можно, чтоб он был всего лишь один, чтоб видели все, он один у меня, и все понимали, шо скромная я. Вот шубы, да, они все дорогие, вот тут уже точно можно любые, шубок бы мне подошел, желательно, чтоб по длине он был в пол. Наверное, подарок нужен и мужу? Тогда мне срочно губы сделать нужно, а вместе с губами сделать попу и груди, ведь не могут же груди быть меньше, чем губы. Ну, вроде бы все, что сказать на прощание. Главное не подарки, главное внимание. Осталось только сказать об этом мужу. Обидно одно, что я не замужняя. Ах, мне бы мужа самого обычного. Хотелось бы, конечно, чтобы он был симпатичный, но когда узнают, сколько мне нужно внимания, жениться у всех пропадает желание. женщин сложно понять. Девушка Вика всегда влюблялась в красивых принцев, но потом они все оказывались козлами. Кстати, бывшие всегда приходят не вовремя. именно об этом наш следующий номер. Любименький, я вернулась. Хорошо, солнышко, я на кухне. Заходите открыто. Любимая, я вернулся. Ваня, ты? Я. Через столько лет, а зачем ты пришел? Не могу без тебя. Сколько сидел, с чего о тебе думал. Вот с какой бы бабой ни кувыркался, а все равно твое лицо вижу, твои глаза. Ванечка, у меня совершенно другая жизнь, я счастлива. А сейчас будешь в два раза счастливее. Да нет, у меня все вот это уже и есть, понимаешь? Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, я пойду, у меня голубцы выкипают. Это кто? Это мой повар. повар? Вфига себе ты поднялась, Виктос. Ё-моё, повар, тогда держи. Коллеги, скажите вам, тарелки обычные ставить или праздничные? Конечно, праздничные, повар. мы с Виктосом пятнадцать лет не виделись. Конечно, праздник. Вика, а можно тебя на секундочку? Конечно, мы по специям поговорим. Вика, это кто? Это мой бывший муж. Что? Сейчас я с ним разберусь. молодой человек. Ты из тюрьмы вернулся. Чего? Вы, 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 вы голубцы со сметаной или с майонезом будете? Мне пофиг. Ага. Стоять. С майонезом давай. Молодец, Женя, молодец, порешал. На самом деле это не повар. А кто? Это мой близкий, родной человек. Кто может быть ближе повара? Что? Ну, теперь все понятно. Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Сынок! Сынка! Ё-моё, все ж сходится. Пять лет я на зоне, потом пять лет в бегах, потом опять на зоне. Сынок! Мой сынок! Ну, блин, если не мой сынок, я башку оторву. Папка! Сынок! Сынок! Папа! Смотри-ка, какой ты у меня, а! Щуплый! Не моя порода, не моя. Я еще вырасту! Конечно, вырастешь, сынок! Ну, давай знакомиться. Папа, Ваня, Евгений Михайлович! Ай-яй-яй-яй! Иванович! Конечно, Иванович! Конечно, Иванович! Сынок! Это ж я теперь всю тебе любовь позверну! Всю! Мы с тобой будем на рыбалке ходить, на охоту ходить, под бабом! Бабы у тебя были уже, а? Одна А теперь много будет Я тебе каждую неделю сделаю Сафари бабское Не надо, ему не нравится Про сафари нормально Нормально Женя, скажи ему правду Да Сынок, скажи правду К маме заходили другие дяди? Ни одного Правда, был один Сосед заходил из девятой квартиры Денег у нас одолжил Так это же мы у него одолжили Ну не важно, кто у кого он одолжил Сынок Знаешь, как я мамку твою люблю? Люблю я ее Всегда любил Каждому столбу ревну ее, понимаешь? Я тоже люблю Я еще тогда, помню, подхожу к ее подъезду А там хмырь какой-то трется А в руках у него букет роз 21 штука Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо вазы использовал Женя, что делать будем? Для начала розы в вазу поставлю Ты че молчала? Ё-моё! Да если бы я знал, что у меня пацан растет Я бы на год раньше сбежал Так поэтому и молчала Ай, молодец Да я тебя поцелую Ё-моё Соскучился? Ай, давай погоняем Давай, конячки! Ха-ха-ха! 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 Смотри, подхуй не задушил Сильней, Женя, сильнее! Ха-ха-ха! Да силенок маловато еще пока Иди, иди в свою комнату, поиграй Ой-о-о-о! А мы с мамкой тут Под кровельничаем Ой, цепочку сорвала у тебя Вот, она закатилась! Ха-ха-ха! Он дает Дай-ка палку какую-то Достану сейчас Получается А-а-а! Что? Смотри-ка, палку уже принес Вот смышленый пацан, а! Молодец, слушай Ну Женя, если ты не скажешь, кто ты Это сделаю я! Значит, танк На самом деле это А, папка, пойдем Я тебе свою комнату покажу Это не сын! А кто? Дочь? Чего? Да-да-да-да, мы с... В общем, он со мной спит Да ладно! Ты чего? До сих пор с мамкой спишь, Молодь, и чего? Может, ты еще под себя ходишь? Вот сейчас первый раз Ничего Батька вернулся Теперь с батькой спать будешь Да пойми ты, наконец Это мой новый муж! Муж? Ну-ка пойдем Муж Поговорим По-мужски А Женя говорит Чего выходить на улицу, если он здесь тебе может в морду дать? Да! Не-не-не-не Не только в морду Еще и кулаком в живот По полу тебя, говорит, размажу Сердце вырву И сожру Мама! Ты чего орешь, дитек? Жить надоело, я только прилегла О, жирный вернулся! Ти чего надо, чмо лысая? Марина Франсовна Смотри Не забыл Не все мозги сковородой подшибала я тебе Чего ты приперся? По-по-по-по-по-по-по-по-по Порешить вас! Да ты ведь По-потому По-по-по-по-по-по-по-по-по С Евгением Ивановичем Михалычем Михалычем Здоровайся и вали! Давно с ней живёшь в одной хате? С кем из них? С тираннозавром Вы её тоже так называете? Прикинь Пять лет Пять лет? Мужик Я столько не протянул Я полгода и в бега Я извиняюсь Больше не побеспокою А, и это Виктос Муж у тебя Настоящий мужик Пять лет строгача Как? Слышали? Мужик Слышь Мужик Вали на кухню Там голубцы выкипают И простичные тарелки поставь Вот эти вот Из одного элитного детского садика Повара выгнали за то Что в тирамису было с комочками А теперь представьте Утренник на 8 марта В элитном ведомственном детском саду Куда ходят дети Чиновников АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте, уважаемая У нас очень мало времени Я благодарна, что вы все нашли время прийти Послушайте Виктория, как вас там Не важно Вы видите, кто перед вами Почему вы нас вызвали? Неужели они опять икру плохо едят? Или сорвали опять урок верховой езды? Что? Меня вообще можно было не вызывать Мы и так в СБУ знаем, что у вас в садике происходит Если вам наплевать на ваше время То мне мое очень дорого У меня в Нацбанке три встречи А еще курс придумать нужно Вы хоть понимаете, чего может стоить министру Не прийти на заседание Кабмина? Когда решается такой денежный В смысле важный Вопрос для страны Вы хоть знаете, сколько стоит прийти Судье Конституционного суда Суда? Так просто поболтают Поймите, это действительно срочное дело Да я сейчас на тебя дело открою Ты очень... Просто скажите По какой причине вы нас здесь собрали? Мне бы хотелось сделать мини-спектакль с родителями Триндец! Вы отдаете себе отчет С кем вы разговариваете? Вы что телевизор не смотрите? Да у меня там каждый день Такие спектакли С такими бюджетами Что ни Мадонне, ни Леди Гаги вообще не снились Девушка, если вы хотите Я вам возьму любой билет На любой спектакль В любой точке мира Ноттердам Девушка, если у вас такие амбиции Я через Минкульта Устрою вас режиссером Этого самого Ноттердама Мне стоит совершить два звонка И через два часа Этот Ноттердам будет выступать Прямо здесь Ну, если вы хотите реальное шоу Я распоряжусь Курс доллара будет 40 Вот тогда шоу начнется Поймите Вы все очень много работаете И вашими детьми занимаются нянечки Водители Судьи Что? Обычных судов Помощники депутатов И понимаете Мне бы хотелось Чтобы вы хоть раз Хоть раз Сделали что-то для своих детей Вообще-то Поймите В следующий раз Вы их увидите Уже только пьяными На выпускном Они будут заниматься сексом В вашем майбахе Нюхать ваш кокаин Порядок непринципиален И вот И вот мне бы хотелось Чтобы вы подурачились с ними Как дети Виктория, как вас там? Давайте, наверное, в следующей жизни Только через мой суд Да если я сейчас не приеду Они сами курс поставят 50 Вича, высылай вертолет уже Мне нет времени Вадик, подгони прямо ко входу Вот надо будет вот здесь Ну и что, что Мерседес стоит? Убери этот Мерседес, чертовая мать А ну стоять! Я что, зря сценарий писала? Я же не для себя Я для ваших детей стараюсь Я хочу, чтобы они любили Родных, близких Себя, животных В конце концов Я не имею в виду Катание на слонах Ни вот это вот купание с бегемотами Ни кормление крокодилов Обезьянками Чтобы они любили наших Наших замечательных животных Понимаете? Да, 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 да Значит так, ты Будешь лошадью Вы с ума сошли? Я министр А значит Будешь конем Педальным Вы Вышла сюда Кошкой будешь Я? Да, все Гадите Гадите Я уже скоро Гривну буду В лоток для кошек Стелить Ты Щенок С собакой будешь Почему? А потому что Все ходишь И все вынюхиваешь А, ну Я просто хотел Уточнить породу А можно Пока всех животных Не разобрали Я подберу себе Что-нибудь сама Нет, корова Может быть Все-таки Приговор Окончательный И обжалование Не подлежит А вы Стрижете Бизнес Как овец Будете В их шкуре Так не я Бе Насколько я Уловил Алгоритм Раздачи ролей Мы, депутаты Дорвались До корыта Молодец Свинья Ну что Все готовы? Ну Нет Давайте Да Готовы Маргарита Алексеевна В третьей циферке Есть у нас лошадка И го-гошка И еще собачка И еще кошка Кошечка Мяу-мяу А собачка Ра-ра А лошадка А лошадка И го-го И тут пошла корова Куда корова пошла? Назад Есть у нас коровка Му-му-мушка И еще овечка И еще хрюшка Кошечка Хрю-хрю А овечка Бебе А корова А корова Пошли в хоровод Творим Приходи Вместе И веселиться, в хороводе весело стружиться. Теперь вся горшечка, мяу-мяу, и овечка, и коровка, и коровка. Поклон животным! Вот так. Если наши политики и чиновники начнут по-настоящему любить своих детей, глядишь, и нашим гадить перестанут. Это была репетиция, а утренник завтра в осень. Не опаздывай!